Сегодня 14 августа 16-го года, воскресенье, сообщили, опять поймали вора. Вор. Воры. Страна воров в законе. В прошлый раз поймал сколько? 300 литров. Больше горючего. Нет, не судят и тут же выпускают. Такое впечатление у людей создается, что по наводке чьё это делают, а потом с кем-то делятся, имеющими власть. Как так? Вор где должен сидеть? Я говорю, ты в Тунисе был бы, тебе руку оттяпали бы сразу, всё. Или в Саудовской Аравии. Тут на мусульман нужно смотреть с благоговением их законы какие. Есть воры. В Китае велосипед оставь на улице, будет стоять год и никто не тронет. Почему? А там сразу в один день суд и расстрел. Так я не призываю к этому, но есть законы какие-то. Бога отняли, теперь все силы направить на благовестие, чтобы обратить его. А если этого нет, то сейчас спрашивают. Вот он сидит, снимаю. Так, ключ снял, чтобы он не дергался. Да никуда не дергался. Куда-то машина развалится по дороге, неподготовленный ужас. Держи. Еще трое в кустах сидят. Крылись. Еще терра было. Компания. Мы бы вместе-то в церковь ходили, этого бы не было. Сегодня пост начинается в Успенске, а вы его обновляете. И каждый день. Вот за вами если все открыть, я первый раз, первый раз попался. Да и то не первый раз. Наверное, делитесь с кем-то. Иначе бы милиция какие-то меры принимала. Ну, житья-то нет никакого. В Америке третий раз попался, уже пожизненное. Все. Там будет зарабатывать себе. А здесь ничего нет. Страна воров. Бога отняли, в Бога не верят. А ему разницы теперь нет. И действительно, а зачем работать? Воруют столбы. Электричество. Нету людей. Эти сняли полностью на урывку. Провода. Всю линию запасную. Он перерезает нижний. Столб наклоняется, он снимает. Они думают только об одном. Какие страшные последствия. Господь сказал, Дух Святой обрещит о грехе, что не верует в меня. Грех один. Не верю, а не верю. А если бы он верил, он бы дома сидел, молился. Молился, другим помогал бы. А здесь нет еще куда. Наркотик. Каждую осень тут ходят, коноплю колотят. Наркота, пьянство, блуд, разврат. Другого-то сатана ничего дать не может. До 50 лет ни один не доживает. Другой раз ты подумаешь, кого жалеть. Забота какая о чем. Душа полностью в грязи. Где он ехал-то? По каким? Он удирал по полю, по гречичному. Он еще себе. Ему даже нужды нет. На лице написано презрение к этому миру. То есть ему все равно. А вот у мусульман там не все равно. Ему бы сегодня уже... Какой рукой брал? Один вопрос бы только задали. Какой рукой брал? Один вопрос. Вообще не брал. И проходили, говорит, по базару, говорит, и уже кисть прибитая к воротам все видят. Почернелая от солнца. А ему что он здесь? Он гордебащит. У него все развитие-то какое? Сваровать и... Больше ничего нет. Бога-то ты не верил. За тебя Христос умирал. Ты себе не принадлежишь. Ты бы этого не делал. Оделся. Кто-то тебе фураж кушил. Одежу шил, обувь делал. Ну бы все воровали. Так что бы было-то машину кто-то делал. А здесь еще машина может ворованная. Отпустили собаку-то. Видишь, тебе ничего не надо. У тебя на лице написано презрение к этому миру. Действительно его не за что любить. Этот мир. Мир, который породил вас. Люди идут на север. Где-то открывают, работают. Ездил я туда. Ну сегодня ночью-то, чего не спать? Ночью-то спал бы ты. До Бога молился. Ты бы зачем по гречичному полю ездился? Ты даже не думаешь, что гречиха-то каша. А ты с грязью-то сделал кашу из нее сейчас. Видишь, как о машине заботишься. Ни о ком. Эгоисты. Только одно себелюбие. Это тройка-то вывесов. И ходят. Крутился на машине. Два дня-то-то столько назад. Доехал, повернул. Вы смотрите днем-то. Я крутился. Ну не вы, другой за рулем. Какая разница? Это же машина. Она зафиксированная уже. Здесь доехали до провулка и сразу свернули. Вы днем-то ездите, зачем посмотреть, где еще. Потому что ночью-то все-таки не все видно. Видишь, как заботишься. Маленькая щелка, где еще попало. Не надо убирать. Подожди, милиция приедет, сфотографирует? Да, будь, вот и я приеду. Не надо. Ломился, сам не знаешь куда. А ведь ходил в школу когда-то. Был маленький. Мать-тетешка. У меня сын родился, Женей назвали. А если бы сказал, это будет вор. Вор презренный. Да не воровал я ничего. Не воровал, брал. Вор не говорит, что воровал. Он говорит, брал. Машину не угнал, говорит, прокатился. Наркотики нет, ботаник. Ты, сынок, глаза не видал, что мне пришлось видеть с вашим братом? Учись пока рядом стоит. Я 17 лет только в местной тюрьме помогал заключенным встать на ноги. Ходил по камерам к смертникам. А давай телефон твой, посмотрим, кто тебе звонит. Да ничего. Так, телефон дай. Скидываешь номера-то. Не просто вытаж. Мамуля, да. А, Мамуля. Ну вот ведь. Это милиция должна снять все эти показания. Сейчас. Сейчас мы посмотрим. Посмотри, как люди идут в храм, Богу молиться. И куда ты пришел? Кого бежать? Кого бежать приехал? Мощь, то есть какая тебе нужда была шариться тут? Товарищи-то твои ждут в кустах тебя. Ну, товарищи, Мамуля. Мы уже договорились, что говорить можно, что нельзя. А, смотри, они скинули. Женя, ты Женя. Связи, ты что? Женит тебя этот уголовный кодекс когда-то. А считал бы Евангелие это? Ты бы знал, ты себе не принадлежишь. Вот это тело наше, это храм Божий. И как мы его обиходим? А ты его из него вертеп разбойника взял из этого храма. Ни совести, ничего уже нет. И как людям в глаза глядеть. И соседи все будут знать. Ну, воровал два-три раза зашло. На 33 раз попался. Видишь? Ты нашел каких людей, кого обижать, когда ни один тебя пальцем не тронет. И ночами едете, воруете. Я уж не говорю, хорошо или плохо. Совесть-то разве не судит. Я тебе рассказываю. Отец, надо с десятерых вырастить, а в руки вот так под плеченец фронта. Пять сыновей, пять дочерей. И наказал только не воровать и в карты не играть. А двоих с матерью полкласса даже не было. И ни один не воровал. Все знали, как себя воспитали так. Товарищи, прельстился этим. Ну, взял ты. Ну, а ты думал о том, что человек обиженный тобой, он Богу молится. Господи, найди его. А другой еще добавит. Да накажи его. Да это грех, конечно. Ну, конечно, грех. Неужели не грех? Вот люди пришли в храм молиться. Как-то вы креста с храма не сняли. Могли снять. Могли веревку перекинуть, спилить и продать. Да ну. Вот бабушка идет. Вот смотри. Вот она идет. Маленько, глянь. 90 лет. 90. Это из которого двора вытащили сегодня? Вот решетку, которую хотели забрать. Как раз в ней вытащили. Хорошо ли это? Да емко. 90 лет. 90. Какую она пережила жизнь свою? Сколько она работала? Одна воспитывала детей. Вот как. Ну, а с этим-то спортсменом вы разговаривать не будете. Он одним тычком завалит любого. Коровки. За ними надо ходить. Каждый день выбрасывать навоз. А тут ничего не надо. Подошел, своровал. Бензин слил. Ваш в прошлом году был. Кто? Тоже, Женя. Кто-то пустил молву, что он погиб на дороге в Новосибирск. У нас все данные его записаны. Стараются найти, кто нуждается и помочь им. Милостыня называется. На Украине там какая беда была. Собирают продукты и везут туда, в Донецк. Последние везут. Потому что людям трудно. Они воюют. Их натравили на русских. Хорошо ли это? Вот посмотри на них, как они одеты, как идут под поясок, русская форма. Идут в храм Божий. Эти люди вот это все с высшим образованием. Доброе утро. Тут всякие специальности. В воскресенье Христову верующие. Подойди сюда. Поговори с ворами. Каждый день ездят, высматривают, а потом ночью все собрали. И в сарае у меня тоже побывал? Да нигде я ничего не бывал. А почему? Я же заметила, что кто-то был у меня в сарае. Ну не я. Значит, другие еще ходят? Их трое, четверо. Трое сидят в кустах. Милицию ждут. Ну зачем это вы делаете? Мамуля трубку не берет. Да, молодые работали. Зачем такую подвык сделать по отношению к людям, которые мирно живут, никому ничего не делают плохого. Это брат мой едет сюда. Кошмар. Все из-за того, что во Христа не верят. Если бы верили, он бы знал, что Христос за него кровь провел, купил его. Он себе не принадлежит. Такие муки претерпел Христос. Ради нас. А вы так себя ведете. Люди идут в храм Богу помолиться. Бог нас сотворил, эту землю, космос. Дал мир. Война будет, это все разрушено будет. Вот эта потеряевка, не было ее 20 лет. Вот сейчас 25 лет как восстановились. С нуля. Вот не было ни ограды. Здесь одна крапива росла. И кого обижать, когда люди-то все в натяг живут. Сами столбы ставили, сами провода доставили. Сами, все. Это не государство. И работали в две смены. Чтобы как-то, как-то подправить. Вот он подошел сейчас. Стоит. У него семеро ребятишек. У него семеро. Их же воспитать надо. И встали еще. Нет ничего. Решеток сколько тут было собрали. Заправочные газовые баллоны выставили. Все утащили. Ну какая это жизнь. Страна. Мы все должны всех бояться. Кто бы не пришел, уже думать, не вор же пришел. Днем-то проезжайте. На машине же это фиксируется. Ходят, ходят, ходят. Ну смотри. Угоняют. Надо купить комбайн. С комбайна сняли детали. С трактора магнета. Каждый день. Сено-то не заготовили. Непогода. Приходят, а ничего нет. И шарщины поймали одного. А куда он едет? Сюда. Сюда? Как же он сюда едет? Еще одного вора нашли. Ну он тоже ездил в другую деревню по работе. Твоя мать ему выговаривала. Я говорю, вижу в сарае. По нескольким деревням работают. А где он что-то посмотреть надо. Вот, поделитесь. Я смотрю, вы работники вообще просто конкретные. Вот тут район походу разделенный, да? Ну они лишнего-то не заносят. Они знают. Телефон это тоже доказательство. А больше нету там никого? Хух. Погадай, да, из сада. И кто идет, повернись тут. Смотри, как же они в виде одежды. Вот приятно посмотрят. Дерующие. Вот они у них были все под поясок. О, нет, это. Как бояры такие. Все работают до самого маленького. Я начальник детского лагеря. Без помощи государства. 45 лет. Ни рубля государства не дала. Тысячи детей поделили. Это мне легко ли. Они еще против меня. Все роснадзоры и прочее. Там что-то не соответствует. Где-то нашли отбитые. Ржавчина там или что-то. Все дети здоровые. И отбиваюсь от них. Они на меня как собаки все напали. Со всех сторон. Разные организации. Ну еще, травли. Опять же, помолишься. Трудно. Жить надо. Как на свадьбу выходят. В храм идут Божий. Все с бородами. Ты это на них глянь. Ты когда-то еще такое общество движения. Посмотри. Ой, люди какие. И кого обижать. Вот они идут. Еще одного вора поймали. Да не вор я. И кого вы мне так представляете. Женя, ну не надо. Слава Богу. Ночами человек или молит, или дома сидит. По чужим дворам не шарится. Вот подходит в одном дворе и нету. Надо все на замки. Тогда действительно поставить. Сколько раз я тебе говорю, как вести себя. Да, да, на замок. Все. Молитесь, сидите. Его Женя звать. Помолитесь, чтобы Господь ему дал страх. Божий. За все отвечать. Игорь, пару слов не хочешь сказать? Это тоже душа сотворенная Богом. Так это, Игорь, я тебе хотел сказать. Ты хозяин этого пруда. За ним смотреть. Всякие неполоски. Второй и первой мастер. Сообщать. Это я для тебя делал. Спасибо. Тут есть плохая пустоя. Легко ли восстанавливать пруды, приходится заново. Все разрушено. Ничего не было. Школу сами построили. Сами. Люди сами не делают. Им государство делает. Храм сами. Вот каждый пасынок, его надо было найти, прикрутить. Сколько труда. Ну, вообще. А яма. А поднимать нечем. Это человек 8-10 мужиков только палками поднимает. Он тяжелый пасынок, бетонный. Нужды никакой нет. Вон она идет как. Вот представьте, вот она идет. Она глухонимая. Она не слышит, а только руками может. Она не слышит. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И он вроде начал А у него ничего нету А мне все время идут передачки Я этим солдатам Даю А они тогда Не стали его слушать А он пытался свое А я все время Молюсь и молюсь И вот Однажды его вызвали на допрос Дверь открывается А камера длину 6 метров И батарея там дальше Он пролетел через камеру И головой ударился в батарею Завели так его Я сразу постучал в кормушку, подошел, а, это вы, батя, еще хотели, уже не матерков, ничего нет, я говорю, вызовите политоотдел, а политоотдел Ульяновский Владимир Александрович, кажется, майор был, что ли, он сразу явился, представьте себе, я заключенный, и он сразу пришел из администрации, в чем дело, я говорю, вот этого человека допрашивали там, я не видел, но как завели, это же не годится так, так ударили его в кормушке, он 6 метров эти, говорит, да, во батарею грохнулся, да вы что, я говорю, да, вас вроде в уставе так не положено, да, конечно нет, он тут же расследовал все до конца, а заключенный это знает, им сразу все это передали, уже, вот. Когда на милицию-то приедет? Мы поговорили пока, ты кое-что узнал, я тебе рассказываю, как человек, который знает, вот, гляди, как она идет, посмотри, пятеро ребятишек, никогда не подумаешь, боярыня настоящая, какой вид у нее, сравни со своими вкадниковыми женщинами, как они выглядят, ну, даже сравнивать не еще, она идет, она не идет, она шествует. Ну, представьте, сейчас проходят все страшные вещи, придет время, когда они в движении, не потеряй визиточку, ты зайдешь на наши ресурсы, и ты увидишь там, там 50 книг моим голосом насчитаны, там 38 томов моих книг выставлено, ты многое-многое мог бы там найти, мало того товарищам подсказать. Ну, тебя взяли сейчас здесь, где-то, ну, представь, где-то, излупили там, что угодно бы сделали, изувечили, у нас этого нет, мы Богу доверяемся. Вот вышли, теперь скотину выгоняют, овечек, сколько у нас поворовали здесь, приезжают, ночью овечек воруют. Здесь была мука, привезли, муку тащат, ловили, детали снимают, бензин, ну, за один раз только 300 литров сели, ну, ладно ли это? Весна, у нас проезда нет, горючего нет, все стоит, поля пустые, ну, совсем не годится никуда. Главное написано, вор и пьяница, старстья Божия не наследует, а там есть рай и ад, ад это огонь, яма, говорит, полная огня. Ну, а что сторожи, они, сторожи, а? Что сторожи, они, ну, сторожи, ну, где-то сторож есть, где-то пройдут, мы на Бога надеемся, все время еще будешь сидеть, и дождь, и непогода. Ну, понимаешь, ну, какая-то жизнь, они работают с утра до ночи, вот мы стоим всегда в одно время, 4.40, 4.40. У меня детский лагерь, вот, я 45 лет его основатель, начальник, ни рубля государство не дало, ни рубля за 45 лет. Вообрази, как мне это было, я ведь всегда должен что-то доставать, выпрашивать, шужие дети, мало того, даже надеть бывает нечего, мы им стараемся достать материю, шить что-то, зачем мне это? А ты пришел, разорил, утащил, нету. Вот у меня один только велосипед, и тот подаренный, вот заезжаешь в Барнаут, там магазин «Лидер» на левой стороне, Шерстобитов там Алексей Петрович, это он мне подарил. У меня очень близкие друзья, там прокурор края, губернатор, мэр города, не знаете, вот в пяти университетах вел такое занятие, десятки школ, обоги, во всех отделах милиции, у меня вся милиция знает в крае, потому что я с ними работаю, потому что милиция тоже бывает, так поступает. Начальник милиции мне говорит, после ваших бесед, моя милиция себя тише стала вести. Там тоже бывает и оборотней, и кого нету, пузатая, милиция тут нынче была, приезжает, вот такой милиционер, как беременный. А министр внутренний дел Нургалеев их разгонял там, опять, видать, вы набились. Кого он? Догонит вора. Хороший тренированный, это он тебя догонит. Каня на ходу остановит. Это камушек отлетел. Мы тоже. Вот мы ехали с благовестнической миссией, я книги дарил от Владивостока до Португалии, без сабона, от Тихого до Атлантического океана. Прошли Скандинавию, Прибалки, привезли, а в библиотеке дарил свои книги, 38 книг. А зачем это? Чтобы люди стали другими. Что не все у нас воруют. Сами писали. А? Сами писали. Конечно. Каждый том 752 страницы. Вы там все найдете, на сайте они стоят. Мои книги видели личные библиотеки у Путина, Патриарха, библиотеки Ленина. Мне Бог дал это, я отвечаю отдельно там о заключенных, о тюрьмах, большие воспоминания, как суд надо мной шел, издевались как хотели. Называется заголовок, и здесь правду говорить нельзя. Один выступил. Я говорю, Женя, не о том, что я читал, а что я не теоретик, а конкретно. Я тебе рассказываю, что этого делать не надо. И почему? Потому что сказать тебе бить будут, посадят. Я этого не говорю. Главное, ты царствие Божие не наследуешь. Воры в раю не будут. Не будут. А вот эта жизнь, она такая коротенькая. Ну, 90 лет, ну, еще 100 лет, но все равно умрешь. Ну, ладно, весь мир сейчас, как пьяницы, говорят, сколько тебе надо? Тебе, наверное, вот это озеро отдай, и ты возьмешь пить. Хватит, он говорит, нет, а сколько моря? Да нет, океан, да, а еще, а еще, говорит, бутылку. У него все соизмерение, он не понимает ни моря, ни океан, а знает бутылку. Вот так. Я был с такими, которые по глупости драка была, и его подсунули, и он сделал свое дело. Ударил там, ударил, тот упал, и головой ударился, а бордюр. Ну, как вот это, Агафонова-то убили, мерзавец там, это. Потому что Бог смотрит, и до определенного момента, а потом эту нитку отрывает. Ну, что там, перевернулась машина, товарищи по пьянке там зарезали, или. А ты не готовый, ты на суд Божий пристав, а душа твоя не готова, она не омыта кровью Христа. Это элита российской. Приедем, как соседи, а в них скажут. Это элита российской общественности. Курить. В деревне хурить нельзя, везде стоят, я знаю, в днем проезжал, живет, потом курить запрещается. Да это лишнее, 12 лет жизни отнимает. Еще нужно. У меня тут знакомый, он работает на бульдозере, я нанят это. Я говорю, ну, иначе бы ухолстная труба на голове была у тебя, зачем ты куришь? Нет, нет, да бы заматериться. У нас в Потеряевке может поселиться, что докажут, вот пять качеств, что не лжет, не пьет водку. Не курит, не матерится, не ворует. То есть вы уже не подойдете, никак. Но это первый раз мы так разговариваем. А теперь свои средства, чтобы дом построить, скотину завести. А у кого сегодня это есть? Нет, ну, по-крупному, эти олигархи воруют, там, Абрамович и Березовский. Ну, Березовский наворовал много миллиардов. А теперь блудницы все это делят. Разделили уже. И от чего погиб? А что, поднялся против Путина. Кто против Путина голос поднимал, тех нету никого. Новодворская, Немцов, там, я перечислять могу, никого нету. Рамзан Кадыров, помощник великим, он как ворота сдерживающий на Востоке. А что спрашивать, когда в руководство воры, как Сталин грабил, молодой был людей, банки. А потом 29 лет страну превратили в ГУЛАГ. Надо жить открыто, честно. По-божески. Пошел, вот мы пойдем куда-нибудь дома. Мы сразу помолились, перекрестились. Дети пойдут купаться, три раза поклонились. В старшем благословите, пошли. Дошли, там тоже. И вот у нас 45 лет, ни одного несчастного случая. Лодки плавают. Забота. Почему? Бог. Везде Бог. На первом месте. Вот что-то говорят, товарищи. Там написано, пойдем с нами, будем делить добычу. В Библии написано. А ты скажи, нет, не ходи с ними, сын мой, Соломон пишет. Не ходи. Горьким покажутся тебе эти опилки во рту дресва. Ворованная. Дресва. Нужна она тебе эта, грызь чужая. Ворованная вот у черного быка. А ты своего купи. У тебя кусочек пойдет к месту. У отца, говорит, и шея толще. Так. Телефон. Подвязано. Когда его поймали, а трое в кустах сидят тут. Ну, можно что-то делать. Ну да, ну да. И по дворам все сгреб и заблудился. И пошел по дворам собирать, что плохо лежит. Крыло какое-то. Да, целое тут. Да разбирайся надо. Давно притем сказал. Ну, тогда отпустите награду дайте ему. Алюминиевый. Да неужели мы не знаем, что делается. Горючие сливают непрерывно. В прошлом году поймали, тут вора выпустили. Тристо литров за одну нас слили. Ну, господин Шевченко, пожалуйста, поскорее. Смотрите. Песковый приедет. И пленка уже кончилась. Песковый приедет. Скорую внимание. Что у вас там? А вы говорите, что этот человек приехал к родственникам. Там уже говорят. Они вот путины родственники когда-то есть. Он приехал тут ночью повидать со свадочкой. А вы еще что-то там. Помогли ему отдать все, что есть. Загрузилку самую большую сведению. Там. Понятно уже, это поневоле начинаешь думать, что Элиссарь за или против. Ну вот и все, дождались. Все, все. Все на месте? На месте? На месте. Нехорошая, дожи. Сейчас, дожи. Брось, покайся и Господь прости. А? Я тебе рассказываю, я сам испытал столько, у меня руки все выпущены. Меня от КЖБ брало. Там поразов было. Предопросов было, а у меня ничего нету. Нету. Я реабилитирован. И Господь меня сохранил. Все удивлялись. Я был в таком месте, что нельзя выйти было. У меня 26 лет только в одном месте мужчина. Так что я тебе говорю как сынок. Мне 77 лет. Я верующий. Я нес людям правду. 50-50 книг только аудио насчитал, чтобы распространить. По стране Советскому Союзу я ГУЛАГ, архипелог ГУЛАГ первый распространил. Видишь, здесь толпа здоровая. Интересно, еще они там уперлись. Ну где не лги только не лги. Потому что лжец, его роба погибнут. Но лжец хуже. Он сто раз себя оборует. Какие ребята. Что-то уехали. Что-то договариваются. Это Бог так делает. Ну могли, ну раз, два, три. А потом душа будет тосковать. Скажет, да какая это жизнь. Ну какой был япончик. Разводящий. Мы везде все убили. Деда Хасана убили. Да их всех убили. Все. Ну и... С чем мы-то? А это такой вошка-бложка маленьких, как вы. Ну это разговаривать никто не будет. Прищут в один день своим. Таких охраняемых. И на одну ступеньку, пока опускался, в это время пуля вошла в шрево. Одна ступенька не высчитана была. Охранники-то чуть позади. И он из них вышел. Впереди стоящий опустился, а его видно стало. Опа. Вот так. Да, это застояется. Не, не, не. Как мы вызывали, вроде. Молодим. Он выйдет на снимок? Да. Сделали полиция теперь. Здравствуйте. Добрый день. Я из Корчино по сообщению по вашему. Младший сержант полиции, помощник участкового полномоченного. Моя фамилия Черноусов. Рассказывай, Володя. Утром услышал, что у соседей вот здесь собака гавкала. Я вышел на улицу. Во дворе у меня плитки алюминиевые, как на фермах были. Потом они не пошли, их выкидывали. Потом бака нет. Получается, что если собака гавкала, так понял, что еще здесь. Я быстренько машину завел и выехал туда. Выезжаю к саду, а впереди вот этот товарищ на этой жигуле. Сзади светятся фонари и удирает от меня. Я за ним. Что он там делал, я не знал. Потом мы его нашли. Все эти плиты, баки, фляга там лежат. Он сюда не загрузил. Не успел еще загрузить. Это он по гречке вылетал и восстанавливал. Я никак не мог его восстановить. Он драпал. Как одолтел. Это ДПС установит. Ну как, как. Сейчас группа уже сформирована. Сейчас сюда едут. Там я тебя не бил. Не говори глупость. Я следил. Не надо же не говори. Я с левой стороны тебя убил. Я тебя бил сразу вот в задницу. Вот в зад твою. А что не остановился? Что не остановился? Погнал дальше. Я его потом догнал и прижал. Сначала разобраться. И прижал вот эти вот это. Куда я двигался? Что я двигался? Так ты не останавливался. Вот это у меня. Ты ж не останавливался. А что вы двигались? Куда вообще? Что ты убегал? Скажи. Что ты убегал? Я ехал в сторону Кадникова. Через вторую бригаду ему. Не понял. А зачем ты здесь стоял? Я поехал сначала хотел в Шарщино заехать. Смотрю лужа на луже. Я развернулся. Помнишь, что через Потеряев. Что ты Брешев? Должна была вообще через Потеряев. Зачем говоришь? Ты мне рассказывал другую версию. Что ты удирал от Шарщино. Ты за двух кто-то гнался. Через Потеряев. Дороги. Ни в какие эти. Нет дороги вообще. Так может быть дороги. Их четверо. Самое главное. Трое в кустах сидят еще. Да? Они ночью я вообще заблудился. Он так сказал мне. Когда я его прижал. Он мне так сказал. Мне говорит. Позвонили друзья. И сказали. Приезжай в Потеряевку. Мы тебя здесь ждем. Вот так вы его смотрели. Вы мне вообще хотели. Пока ждем милицию. Наложить полный багажник и решеток. Соляры. А вот зазря. А зазря мы не налог не сделали. Хотели же. Не сделали бы этого. Хотели же. Ну не вовсе. Брешешь. Мы не говорили. Но. Брешешь. Что ты здесь сделал? Скажи. Я домой ехал. Да ну домой. Откуда ты ехал? Я даже в деревню по мне заезжал. Вон там у вас что. А зачем с тобой. Идем я тебе покажу где тебя залбанул. Где тебя это. Я ночью не видел. Я не в деревне у вас стоял. А с кем вы здесь были? Один я сюда приехал и один хотел уехать. Ну это так думают что еще трое где-то в кустах. С собаками живые ходили часа три. Ты что? Ты что где трое? Ну значит ты один был и что дальше? Один был. Я сразу сказал. Они днем проезжают. Их уже днем зафиксировали. Они все видят. Днем то сколько человек. А ночью тогда они уже по наводке. Это не хорошо я говорю. Ни собак не надо на меня вешать. Ни соляры, ни бензины. Ну как тебе не вешать? Ты Скатникова. На одного товарища в прошлом году тоже поймали Скатникова. А вы на пару и делали это все. Ну то вы на нас по личному поймали. С соляры все. Он тоже упускает их сразу. Если бы остановили. Лежало у меня что-то там. Хорошо. А что ты не остановился скажи? Речи нет. Что ты не остановился? Да не захотел я остановиться. Как ты не захотел? Да вот так и у меня. А ты же хотел. Ты сейчас говоришь. Надо было разобрать. Давай меня домой. Ты сказал. Блин. Володя. Не надо еще. Руки не распускайте. Дураки блин. Ну ладно. Ну заявление еще напишут за это. За что? Да я еще за это напишу. Да ты потом придешь на коленках и меня извиняться здесь будешь. Тварь знаешь. Вонючая она. Давайте я по очереди разбираться. Успокойтесь. Не надо здесь. Брак. Надо было там похоронить. Пока машина едет мне надо принять объяснение со всех по очереди. Ну. Разумеется здесь никуда. Понятие. Вы довели уже всех вон до коленя дошли-то. Все буквально тянут. Еще они выстоят решетки. Все-все утащили. Ну. Не во благо. Понимаешь. Я видел когда сразу сознаются они по-другому ведут себя. Все равно тут что-то узнавается. Ну вот людей можно скрыть. А от Бога ты не скроешь. Да вот именно что Бог то он и видит. Это уже знаем. Днем если машина едет. Осматривает. Значит вещь. А ночью жди товарищей. И права мне надо вернуть. Милиция уже здесь никуда не сбегут. Милиция уже здесь никуда не сбегут. Вернут. Телефон все. Телефон, права, ключи. Я никуда не убежу. Вон уже блюститель власти здесь. Ну не стой подойди пошли. Да что ты такой. Ну явно что пошли там. Мне сейчас ставят пустое место. Это еще некое то. Не его документы пускай у него будут. Зачем вы у него отобрали его документы личные? Ну затем мы смотрели. Я понял. Вы не уполномоченные на это сотрудники. Поэтому верните все документы гражданину пожалуйста. Ну подожди. Я и до этого там стоял, ждал, никуда не уезжал. Так вот кого ты там ждал, скажи. Да кого кто. Я вообще сам хотел сюда в деревню ехать. Сюда к нам. Я своих хотел дождаться, чтобы брат подъедет. И мы хотели сюда ехать. Не, я же не оставлю это. Что я буду это делать? Ты это будешь делать. Ты это будешь делать. А горит ли хуй. Посмотрим кто это будет делать. Нифига себе. Ни за чем мне тут еще машину мятить. Вон отпечатки. Зачем ты лез именно в этот двор? Ты же знаешь что там решетки? Все что нашли, отпечатки сейчас милиция снимет. Да. И все ему. Конечно. И посмотрим кто прав, кто виноват. А мои отпечатки в базе есть. Тем более. Вот. Легше ловить. И сразу мы узнаем. Сразу мы узнаем правду. Кто прав, а кто виноват. Просто я не люблю. Я правду свою всегда отстою. Не любишь? Кого-то забрали ключи, как будто я куда-то убегал. Я вон там на дорогу уехал. Встал и стоял. Е-мое, ждал. Я даже и никуда не ехал. Стоял, вас кого-то ждал или сам собрался сюда ехать. И другой. Ахахаха. Кого-то. Нruct. На этой поверхности вину, на карте. Чтобы приобрести в мою ситуацию. Ух. Иuro-пулятор. Он ух. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Снимать нас не надо Снимай сколько тебе надо, тут никто не запретит, внутрь нельзя Добавил DimaTorzok Снимать надо, не снимай Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Снимай Добавил DimaTorzok Ну там непонятно, что, отрывай.